Количество новых выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией увеличивается. В регионах появляются новые штаммы. Об оперативной обстановке, о наращивании темпов вакцинации, о соблюдении безопасности на предстоящих массовых мероприятиях говорили сегодня в рамках заседания оперативного штаба. Тревогу вызывает тот факт, что многие регионы начали снова возвращаться к ограничительным мерам. Сейчас важно, используя все имеющиеся возможности и инструменты, защитить людей. Сейчас самое то время, когда в начале лета, чтобы люди получили вакцину, и в течение месяца, двух, к осени уже сформировался так называемый коллективный иммунитет. Если мы с вами фиксировали ежедневное увеличение количества вакцинирующихся, и это результат нашей совместной работы, прежде всего по информированию, по обеспечению доступности. Обеспечение доступности – это расширение пунктов вакцинации. Вакцинация защищает не только себя, но прежде всего это забота о близких и окружающих людях, с кем взаимодействуем. Процесс вакцинации должен идти непрерывно. Это должны понимать главы муниципалитетов. Как сообщил профильный министр, вакцины в республику поступают стабильно, а это 143 483 дозы. Прививку делают в 27 медицинских организациях, плюс в передвижных мобильных пунктах и даже в торговых центрах. Владимир Степанов развеял миф о том, что если есть антитела, прививаться необязательно. Риск того, что у него будут какие-то грозные осложнения и, боже упаси, летальный эффект, он гораздо ниже, чем у тех, кто не вакцинирован. Поэтому и с этой точки зрения, как говорится, тоже все плюсы, как говорится, и чаш весу, переваливают на вакцинацию. Лидеры по вакцинации те же, что и на прошлой неделе. Это Красночитайский район, Канаш и Батрево. А вот аллатырцы и новочебоксарцы, жители Янтиковского и Порецкого районов, пока отстают. Обсудили на оперштабе и ход подготовки к массовым мероприятиям. В преддверии предстоящих праздников, День Республики Акадуй-Сапандуй, основными участниками которых являются лица молодого и среднего возраста, 18-44 года, необходимо усиление контроля за соблюдением мер профилактики новой коронавирусной инфекции и предусмотреть вакцинацию данной группы населения. Распотребнадзор еще раз напоминает, что масочный режим еще никто не отменял. И чтобы праздники не омрачились, соблюдать простые правила нужно каждому. Наталья Мальчикова, Бахтиар Велиев, Республика.